Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 6 тура РПЛ Краснодар-Ростов. Встречаются 9-я и 6-я команды. Очные матчи. В 10 последних очных матчах 6 раз команды играли на обе забьют да и поровну на тотал меньше больше. 3 из последних 6 очных матчей в Краснодаре закончились в ничью. Краснодар не выигрывает у Ростова в последних 3 очных матчах. Статистика команд. Краснодар в последних 10 своих матчах 8 матчей отыграл на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. Краснодар не проигрывает в последних 3 домашних матчах. Ростов в последних 10 своих матчах 8 раз играл на обе забьют нет и 8 раз на тотал меньше. Ростов в 5 своих последних матчах отыграл на тотал меньше и обе забьют нет. Краснодар в предыдущем туре сыграл 1-1 с ЦСКА. Играл была примерно равной, но армейцы чуть острее действовали в атаке. Счет на 28 минуте открыл Кучаев, которого оставили одного на углу штрафной площадки. И Константину никто не помешал хорошо прицелиться и точно попасть в дальний угол ворот Сафонова. Хозяев спас чудо-удар Бандерсона метров с 25 в концовке матча. Мяч по высокой дуге прошел над руками Акинхеева и опустился ему за спину в верхний угол ворот. Возможно, этот гол будет признан самым красивым голом Тула. Концовку матча активнее провели гости. Сафона в течение нескольких секунд дважды спас свою команду после сильных ударов со средней дистанции Влашича и Тикнезяна. Ростов с Уралом провели один из самых скучных матчей пятого тура. Во второй игре подряд Кента Хосимото принес своей команде победу. После подачи углового в сутолоке в ворот новобранец Ростова оказался расторопнее всех и вколотил мяч под перекладину в ворот Помазуна. Собственно, больше испугнать нечего в этом матче. Встречаются две команды, которые в этом сезоне РПЛ из 10 матчей, сыгранных на двоих, лишь одну игру отыграли на тотал больше и лишь одну игру на обе забьют дат. Ростов является крайне неудобным соперником для Краснодара. Команда Мусаева побеждала команду Карпинова в последний раз в регулярном чемпионате в домашнем матче в марте 2018 года. Ростов играет очень надежно в обороне и очень скромно в атаке, если говорить о процентах попаданий в скорбород. Но умудряется забывать минимальный положительный результат. Все три победы Ростова были на 1-0. Краснодар неровно проводит первые матчи сезона. Команда не может избежать провала даже по ходу одного матча. Так было, например, в игре с Арсеналом, когда гости не реализовали выход 1-1 уже на 18 секунде матча, а последние 10 минут при счете 2-0 буквально смяли Краснодар и только чудом не забили гол. В игре против ЦСКА к победе ближе были армейцы, и уже нам сильно повезло, что они зацепили за ничью. Если обе команды предстоящий матч проведут так, как они играли предыдущие 5 игр, то все стоит за 0-0 в этой игре. Но тут такое дело. И Краснодар, и Ростов уже набрали критическую массу низовых и нулевых матчей. И Дамбо может прорвать в любой момент. Команды запросто могут выдать 2-1. Это чувствуют и Буки, поэтому на тотал меньше больше и обе забьют да нет дали примерно равные коэффициенты. Что до победителя матча, то, как уже было сказано, не будет ничего удивительного, если соперники скатают 0-0. Ростову с такой игрой рассчитывать на победу с такой командой, как Краснодар, вряд ли стоит. Краснодару для того, чтобы обиграть такой Ростов, надо намного быть агрессивнее в атаке. Пожалуй, ничья в данной ситуации будет наиболее ожидаемым исходом, который по вероятности будет примерно на одном уровне с победой Краснодара. Но брать 1-1 не имеет особого смысла из-за низкого коэффициента 1-28. Но его можно использовать в экспрессах достаточно надежная ставка. Дядь Юра считает, что в этом матче должно таки прорвать Дамбо где-то на 2-1. Но очень уж длинные низовые и нулевые серии у обеих команд, которые должны все-таки спустить пару. Дядь Юра голосует за тотал бой, что обе забьют да победу первой команды. Коэффициенты на все три исхода лежат достаточно близко в диапазоне 1-82-0-0. Если выбирать одну ставку, то вариант с обе забьют да за 1-81 будет наиболее надежным, что выражается в его самом низком коэффициенте из всех трех. Но вы можете быть иного мнения на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. И будьте здоровы.